дамы и господа и так мы понимаем что время идет количество людей которые выходят со мной на связь все больше и больше все больше задаются вопросов на своих занятиях я получаю очень много вопросов и сегодня мы немножко их пообсуждаем эти вопросы это очень важно ну первое когда со мной выходят на связь сразу начинают говорить вот я прекратил кушать мясные продукты хлеб я стал вегетарианцем я теперь понимаю в чем смысл жизни и вот теперь я знать лечусь хочу вам сразу сказать это очень хорошо что вы стали вегетарианцем однако микроорганизм который живет в клетке ему как-то по барабану кто вы вегетарианец веганец еврей мусульманин она себе просто напросто питается тем что уже в организме произошло и поэтому никаким вегетарианством онкологию вылечить невозможно не веганством вообще ничем если кто-то создает секции и рассказывает какие-то басни это его право я никого не критикую но мы должны получить результат в чем истина истина в результате и это не мои слова это слова будды поэтому если есть хоть один путь самоисцеление то это только яды яды совместно с синглетным кислородом с диетой но вообще-то самоисцеление очень хорошо сочетается со светлыми мозгами понимаете сознаниями вот это очень важно иметь знание поэтому один из стержневых вопросов что делать как правильно делать клизмус асд как правильно пить бедренец а можно ли это и сколько капель иной раз на занятиях да простит меня господи всевышний я чувствую что у меня закипают мозги как эти капли сколько капель а с какого расстояния эти капли должны упасть а что нужно делать проблемы сложный это вопрос надо получать знания надо разбираться во всем потому что неправильное применение ядов может привести просто тупо к летальному исходу и ваш близкий человек ваша мать ваш отец ваш брат просто может умереть однако вот это вот очумелые ручки обы желание сделать что-то да не имея зеленого понятия как это правильно делать и конечно же и конечно же без знаний ничего не происходит давайте разберемся со схемой стищенко например от одной капельки до сорока капелек и люди которые выходят со мной на связь горят так она же не работает вообще вот моя мама так принимала от одной капельки до 40 капелек и никакого результата не дало объясняю а как же тищенко мог бы говорить что это не работает он просто боялся по поводу того что ну человек может умереть ну лучше мало дать поэтому любое самоисцеление идет через экспериментирование на своих занятиях я даю исчерпывающие знания по поводу того как себя вести как правильно сочетать эти яды безусловно нужно соображать что вы делаете любые яды это яды та же перекись введенная с клизмой да может привести к шоку почему потому что начинается воспалительный процесс толстом кишечнике он перекрывается и что дальше а если это уретри значит уже тогда пожилой человек а в основном мы имеем дело все таки с людьми у которой уже возрасте да не может сходить в туалет и это же катастрофа это катедр и так далее и так далее поэтому прежде чем браться за самоисцеление получайте знания разбирайтесь в этих вопросах информация она очень нужна потому что тот кто предупрежден тот вооружен здоровья вам и терпения на сегодня все